Благодаря мониторингу и анализу в Самаре по итогам 2022 года выявили 26 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Администрация города совместно с ГИБДД утвердила перечень мер, которые помогут устранить причины и улучшить условия, из-за которых в таких локациях происходит ДТП. Это одна из главных тем, которую разбирали на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. По итогам мониторинга дорожной обстановки в Самаре за последние пять месяцев 67 детей попали в ДТП. Чтобы свести количество происшествий к минимуму, ГИБДД настаивает на более тщательной проверке организации школьных перевозок. В летний период количество выездов на экскурсии, разные праздники, а также отдых увеличивается. Но качество перевозок не всегда соответствует требованиям, предъявляемым законодательно. При этом чаще всего организаторами таких выездов выступают не школьные администрации, а родители учеников, которые заказывают частные автобусы. Количество этих нарушений возросло со стороны самих перевозчиков, когда у нас эти автобусы не оборудованы, когда у нас отсутствует сопровождающая, не оформленная надлежащим образом документация. Сейчас на комиссии по безопасности дорожного движения мы этот вопрос рассмотрели. В адрес департамента образования города Самары будет направлено соответствующее письмо по результатам рассмотрения этого вопроса. В госавтоинспекции предложили поручить директорам образовательных учреждений наряду с родителями следить за качеством и нести ответственность за перевозку школьников. Также на заседании комиссии первый вице-мэр Владимир Василенко предложил усилить работу лаборатории безопасности для обучения детей в летний период. Сейчас мобильный комплекс три раза в неделю доставляют в школы города на площадке, где работают пришкольные лагеря отдыха. График переработают и задействуют все пять рабочих дней недели. Также лаборатория будет работать в парках, скверах и периодически на детских площадках. Во время обсуждения уделили внимание и вопросы аварийности на общественном транспорте, муниципальных и коммерческих маршрутах. В этом году произошло 48 ДТП. Чтобы и таких происшествий стало меньше, в Самаре на базе Центра организации дорожного движения планируется открыть Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортными потоками. Эта автоматизированная система позволит улучшить ситуацию на дорогах города. У нас на светофоры ключевые в городе установлен специальный контроллер, это устройство, через которое можно управлять этим светофором. И, соответственно, вся информация о транспортных потоках через эти контроллеры будет переходить в Центр МОУ и, соответственно, можно будет управлять светофором. То есть мы можем организовать зеленую волну. Говорили на заседании об использовании самарцами средств индивидуальной мобильности. Транспортная ситуация потребовала внесения изменений в правила дорожного движения. Появилась нормативная база. Заключили соглашение с операторами, которые предоставляют самокаты на прокат. Определили зоны для поездок с использованием средств индивидуальной мобильности и участки, где это запрещено. Установлен и скоростной режим. В отдельных локациях допустимая скорость до 15 км в час. Ситуация на дорогах города улучшилась и в будущем станет еще стабильнее благодаря ряду подготовленных мер. Сейчас профильные городские департаменты, представители Думы Самары и надзорные органы разрабатывают изменения в правила благоустройства. Отразят и нюансы, касающиеся парковки транспортных средств. Фиксировались случаи, когда пользователи и оператор оставляли средства индивидуальной мобильности в непредусмотренных для этого местах. Поэтому урегулируют и этот вопрос. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.